Всем привет! Сегодня хочу показать вам несколько способов, с которыми можно поставить цветочки на тортик. Это, конечно, упрощает нам жизнь. Любой тортик с цветочками живыми будет очень нежно смотреться. И при этом нам не нужно ничего лепить, а просто установить красиво эти цветочки. В общем, я в этот раз использую эустомы. Они очень хорошо и долго стоят, поэтому буду использовать их. Для начала обрежу все самое лишнее и затем эустомки поставлю на ночь в холодильник. Если у вас, допустим, тортик отдавать вечером, то, соответственно, вы купили днем и все, и уже сразу работаете с ними. Но у меня они должны были простоять там ночь, чтобы утром можно было тортик мой отдать. После того, как эустомки проставили у меня в холодильнике, я уже делаю композиции, которые мне нужны будут на тортике. Я обрезаю, срываю и смотрю, где и как мне распределить бутончики, листочки и тому подобное. Первый вариант, что можно установить на тортик, самый простой. Можно взять коктейльную трубочку, вставить ее на тортик и в нее вставить сам цветочек. Но не все цветочки, допустим, могут влезть в трубочку. Может быть толстая роза с веточками, она не может лезть. Если вам нужно, чтобы цветок простоял как можно дольше, то есть сутки и больше этого, допустим, свадебный торт, берете кусочек ватки, увлажняете его немножечко и затем вместе с ваткой ножку упаковываете под стрейч-пленку. Не делайте сильно много ватки, влаги будет достаточно. Хорошенько упаковали, чтобы влага с ватки никуда не выходила. И затем нужно будет обмотать эту ножку тейп-лентой. У меня тортик забирают утром и будут кушать его буквально там через час-два, поэтому я этим даже заниматься не буду, а просто начну сразу обматывать тейп-лентой свои цветочки. Тейп-ленту можно разрезать и пополам по ширине, а можно этого не делать для того, чтобы меньше был контакт все-таки наших стебельков. Так будет просто плотнее у вас закрыт цветочек. Срезаем лишнее, вот такие вот букетики я делаю. Можно делать просто цветочки. Единственное, что если вы будете, допустим, розочки, эустонки или хризантемы, их можно просто замотать тейп-лентой. А если это у вас будет, допустим, гортензия, то ее нужно обязательно упаковать и в пленочку, и в тейп-ленту, потому что она не очень благоприятна для организма, насколько я просто слышала. Теперь, если у вас, допустим, мастика или как у меня плотная глазурь, то ее нужно продырявить ножичком, чтобы не смещалась у нас тейп-лента потом, и туда уже втыкаем цветочек. То есть здесь уже наука не очень хитрая. Просто аккуратненько прикладываем, смотрим, где нам расположить наш цветочек и как его установить, и выкладываем эти цветочки на тортик. На самом деле все очень просто, но тортики с живыми цветами смотрятся очень красиво, поэтому я думаю, что вы обязательно должны попробовать сделать такой тортик живыми цветами. Спасибо подписчице за то, что задала такой вопрос по поводу цветочков. А вот и сам тортик, и вот еще такой же самый тортик, его братик, считайте, только он, допустим, с хризантемками будет. В общем, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!